В эфире «Наше время» в студии Анна Нитченко. Здравствуйте. И далее о главных событиях четверга. Обломки российского шахеда нашли на территории Румынии. Фрагменты дрона Камикадзе упали недалеко от границы с Украиной. Какой будет реакция Запада? Более тысячи ликвидированных россиян в день. Российское командование не прекращает использовать тактику так называемых мясных штурмов. Россияне находятся в довольно трудном положении. Что касается тренировок личного состава. Они могут найти людей, могут дать им оружие, шлемы и другое. Но они не могут превратить новобранцев в сработанные подразделения. Еще больше танков для вооруженных сил Украины. 14 «Леопард-2» приедут до конца лета. Ремонт и модернизацию техники взяли на себя Дания и Нидерланды. А в Украине уже более полугода работает механизм рекрутинга «Вооруженные силы». Благодаря ему желающие проходить службу могут попасть именно на ту должность и в то подразделение, где сами хотят служить. И люди, с которыми я работал, они занимались именно этим. И я сказал, что хочу присоединиться к ним. В оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства. И это большое наше достижение. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Много разных аспектов и относительно нашей бронированной техники, относительно дронов и относительно артиллерии благодарен каждому и каждой, кто работает на наших оборонных предприятиях и в нашей оборонной индустрии. Ощутимо, что отрасль становится уже совсем другой, более сильной, более эффективной. Очень важно, что наконец-то в оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства. И это большое наше достижение. Не только средства государственного бюджета, но и инвестиции партнеров в оборонное производство в Украине. Сегодня мы определились и с Укроборонпромом, и с нашими ракетчиками по обновленным задачам. Относительно многих направлений имеем не просто уже потенциал или какие-то определенные результаты, а поставки для выполнения задач силами обороны и безопасности. Растущие поставки. Плюс относительно наших дальнобойных дронов мы готовим шаги, чтобы выйти на большее количество и большее качество. Украина свои интересы всегда будет уметь защищать. Украина получит 14 танков «Леопард-2» до конца лета. В прошлом году Дания и Нидерланды купили поддержанные танки, отремонтировали и сейчас готовятся передать их украинским военным. Об этом сообщают в Министерстве обороны Нидерландов. 12 танков уже реконструировали, еще два проходят проверочные испытания. Ремонтом занимался немецкий концерн «Райн Мэттл». Всю партию военной техники, 14 танков «Леопард-2» доставят вооруженным силам Украины до конца лета. Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелую ситуацию на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских сил. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Рубенс Брекельманс, министр обороны Нидерландов. Британия заказала дополнительные ракеты «Мартлет» для Украины. Правительство Великобритании, пополняя свои боевые резервы, заказало значительное количество легких многоцелевых ракет. Об этом сообщает Министерство обороны Британии. Заказ на сумму 176 миллионов фунтов стерлингов предназначен для оснащения существующих и будущих систем ПВО малой дальности британской армии, таких как боевые машины «Стормер». Украинская армия укомплектована данной техникой, поэтому часть ракет передадут Киеву. Легкие многоцелевые ракеты весят всего 13 килограмм каждая и обеспечивают высокоточную защиту от таких угроз, как беспилотники, вертолеты, другие самолеты и небольшие быстрые морские цели. Испания передаст Украине новую дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса «Хоук». Об этом заявили в Министерстве обороны Испании. Поставки системы запланированы на сентябрь. Американский ЗРК способен перехватывать ракеты и самолеты с вероятностью поражения цели в 85%. Максимальная дальность действия этого комплекса – 50 километров. Тем временем на фронте произошло 103 боевых столкновения. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Самым напряженным участком на линии фронта остается Покровское направление. Но, как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, количество штурмов противника увеличилось и на Кураховском, и на Времевском плацдармах. В частности, на Покровском направлении захватчики пытаются наступать почти по всей линии фронта. Бои идут по меньшей мере у восьми населенных пунктов, в частности, у Воздвиженки, Новоалександровки и Яснобродовки. Силы обороны Украины сдерживают натиск противника. Под Лиманом армия РФ атаковала позиции украинских подразделений возле Макеевки, а также в районе Серебрянского леса. На Краматорском плацдарме противник штурмовал неподалеку Часового Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Однако получил отпор сил обороны, отметили в генштабе ВСУ. В то же время украинские военные не фиксируют угрозы окружения города Часов Яр в Донецкой области. Армия РФ на этом направлении пытается продвигаться на флангах, заявил офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. По его словам, захватчики избегают прямого штурма города, поскольку это может привести к большим потерям. Украинские бойцы фиксируют, что российские оккупанты проводят атаки небольшими группами до восьми человек после интенсивной артиллерийской подготовки. Также армия РФ использует дроны, при этом они не применяют бронированную технику. Херсонское, вот это предднепровское направление. Наши плацдармы остаются там на островах и не дают противнику, во-первых, выполняют задачи по уничтожению техники, вооружения, живой силы, а также не дают возможности сформировать какие-то либо силы для того, чтобы пытаться, например, форсировать Днепр и ввести какие-либо действия на правом берегу в районе Херсоново. В связи с тем, что противник видит, как здесь, в общем-то, бесперспективно, для них существенно изменит ситуацию, то с этого направления перебрасывают войска в часы в ядр. Он по-прежнему остается актуальным. Тем временем численность российских войск в Запорожской области сейчас составляет около 90 тысяч. Однако признаков формирования наступательной группировки нет. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий. Он также отметил, что за последние три недели прибавилось еще две тысячи российских оккупантов. Если разделить разные направления, очевидно, что 90 тысяч в Запорожской области – эта цифра не дает особых поводов для беспокойства. Речь идет о всей оперативной глубине российской обороны в регионе, где у них есть свои фортификации, оккупированные города и порты. Идет ротация личного состава. И если россияне будут наступать на запорожском направлении, они получат достойный отпор. Впрочем, пока предпосылок для этого не видим. Дмитрий Лиховий, спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия. В эфире марафона «Еды не новыны». Через месяц-полтора российские оккупанты перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях они не смогут из-за больших потерь. Об этом заявил командующий нацгвардии Александр Пивненко. По его словам, самое важное, что может быть сейчас – это развитие учебных центров и подготовка резервов, а также закупки вооружения, техники, средств ПВО, ПЗРК и боеприпасов. Россияне вывели все военные корабли из Азовского моря после удара сил обороны Украины по железнодорожному парому «Славянин» в порту Кавказ 23 июля. Об этом сообщил спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, паром был единственным звеном, связывающим материковую железную дорогу с Крымской. В то же время в британском министерстве обороны заявили, что этот удар вызовет дальнейшие логистические проблемы у армии РФ при снабжении оккупационных сил на юге Украины. В ведомстве также отметили, что вывод паромов из строя даже временно приведет к увеличению затрат, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 1230 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более 571 тысячи. Также украинские военные уничтожили 11 российских танков, 26 боевых бронемашин, 45 артиллерийских систем и 2 системы ПВО россиян. Воздушная тревога и истребители в небе над Румынией. В ночь на 25 июля армия РФ запустила 38 дронов «Камикадзе». Шахедами активно атаковали Одесскую область, но три БПЛА, по информации Воздушных сил Украины, были локационно потеряны на территории Румынии. Какой должна быть реакция стран НАТО на нарушение воздушного пространства, дальше материали. Обломки российского шахеда нашли на территории Румынии. Фрагменты дрона «Камикадзе» упали недалеко от границы с Украиной, вблизи села Плауру. Румыния поднимала в небо свои истребители F-16 и F-18, но не сбивала дроны. Бухарист уже проинформировал об этом инциденте своих союзников. Более отвратительные нападения были совершены России против украинской гражданской инфраструктуры. Обломки были обнаружены на территории Румынии. Мы проинформировали наших союзников по этому вопросу и координируем их действия. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия. Луменица Адабеску, министр иностранных дел Румынии в соцсети X. Тем временем, на фоне беспокойства из-за растущей угрозы со стороны России, страны НАТО увеличивают расходы на оборону. К примеру, Эстония в течение двух лет будет тратить до 4% ВВП. Сталин уже объявил о введении нового налога на оборону. По оценкам НАТО, Эстония станет второй страной альянса, которая будет тратить на оборону более 3% ВВП. Больше финансирования выделяет Польша – 4%. Кроме того, нарастить боевой потенциал в Варшаве помогают другие участники альянса. Соединенные Штаты одобрили выделение польской стороне порядка 2 миллиардов на модернизацию польской армии. Речь идет о закупках современных видов вооружения – тяжелой бронетехники, САУ и, соответственно, средств поражения. Вот это все свидетельствует о том, что страны НАТО прекрасно понимают возможные дальнейшие сценарии развития событий. Вместе с тем, более 500 тысяч военных НАТО находятся в стадии повышенной боевой готовности. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлала. По ее словам, с 2014 года НАТО реализовало самые масштабные планы обороны со времен Холодной войны. Однако союзников призывают наращивать свои возможности дальше на фоне полномасштабной агрессии России против Украины. Несколько российских и китайских бомбардировщиков были перехвачены у побережья Аляски американскими и канадскими истребителями. Об этом сообщили в Североамериканском командовании воздушно-космической обороны. Силы ПВО Аляски обнаружили два российских военных самолета и два китайских бомбардировщика. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады. И хотя действия авиации РФ и КНР не рассматривались как угроза безопасности, самолеты перехватили. Говорится в заявлении ведомства. Британские истребители будут нести службу в польском воздушном пространстве. Об этом договорились министры обороны двух стран. Уже в следующем году Великобритания отправит в Польшу от четырех до шести истребителей Еврофайтер Тайфун. Это входит в программу усиления военного сотрудничества. Новые возможности для инвестиций и торговли в контексте восстановления Украины. В частности, об этом говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с главой администрации Гонконга Джоном Ли. Также Дмитрий Кулеба призвал китайскую сторону принять меры, чтобы лишить Россию возможности использовать специальный административный район Китая для обхода санкций. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины. Глава МИД Украины отметил, что эти ограничительные меры необходимы для ослабления потенциала России к ведению войны и убийства людей в Украине. Министр подчеркнул, что российские махинации не должны портить репутацию Гонконга как высокоразвитой либеральной экономики, которая основывается на непоколебимом уважении к верховенству права. Из сообщения пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. Справедливый мир между Россией и Украиной отвечает стратегическим интересам Китая, заявил министр иностранных дел Украины на встрече с главой МИД КНР. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев сможет начать переговорный процесс с Москвой, когда федерация будет готова вести переговоры в добропорядочном. Но пока такой готовности со стороны России не наблюдается. Подробнее о визите главы Украинского внешнеполитического ведомства в Китай расскажем далее. Более трех часов длились переговоры между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и его китайским коллегой Ван И, пишет агентство Reuters. Главная тема обсуждения – поиск путей прекращения российской агрессии против Украины и потенциальная роль Пекина в достижении устойчивого и справедливого мира. Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новое нарушение гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. На встрече с министром иностранных дел Китая. В пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины сообщили, Дмитрий Кулеба проинформировал коллегу о результатах саммита мира в Швейцарии и разъяснил логику реализации украинской формулы мира. Скорее всего, министр Кулеба будет, во-первых, вести речь, конечно же, о присоединении Китая к имплементации отдельных пунктов формулы мира. Как министр Кулеба в свое время сказал, формула мира — это своего рода меню, где есть разные пункты, из которых страны могут выбирать, к какому пункту они готовы будут присоединиться. Для Китая там тоже есть из чего выбрать. Это ядерная безопасность, продовольственная, экологическая. Плюс для Китая все-таки это будет вопрос репутационный и имиджевый. Китай очень активно пытается себя спозиционировать как государство миротворца, государство миролюбивое, которое продвигает только мирные инструменты разрешения конфликтов. На встрече в Гуанчжоу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, Киев сможет начать переговоры с Россией на определенном этапе. Однако Кремль пока не проявляет готовности к добропорядочному диалогу. В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И отметил, переговоры должны быть предметными и направленными на достижение справедливого и стабильного мира. Мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру и готовы продолжать играть конструктивную роль в прекращении огня, прекращении войн и возобновлении мирных переговоров. Китай уделяет внимание гуманитарной ситуации в Украине и продолжает предоставлять Украине гуманитарные грузы и помощь. Украинская и китайская стороны обсудили экономические и торговые связи двух стран. В пресс-службе Министерства иностранных дел Китая сообщили, Пекин продолжит расширять импорт продовольствия из Украины и совместно поддерживать бесперебойную работу логистических коридоров. Встречи глав дипломатических ведомств могут свидетельствовать о подготовке переговоров на более высоком уровне, говорят аналитики. Как правило, очень часто переговоры на уровне министров иностранных дел обозначают уже финальный этап подготовки ко встрече лидеров двух государств. Для Китая вот эти все протокольные вещи по иерархии очень важны. Учитывая, что в прошлом месяце в Китай летал первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига и встречался там со своими китайскими визави, сейчас поехал уже министр. Вполне возможно, что действительно мы ведем коммуникацию с Китаем о встрече между президентом Зеленским и Си Цзиньпином. Одной из целей своего визита в Китай глава украинского внешнеполитического ведомства назвал предотвращение конкуренции между мирными планами Киева и Пекина. В июне в Швейцарии состоялся первый саммит мира, и китайской делегации там не было. Хотя, в отличие от России, Китай на саммит пригласили. Более того, Киев неоднократно заявлял о заинтересованности в участии Пекина. В ЕС работают над тем, чтобы усилить санкции относительно российской металлопродукции, вплоть до полного запрета на ее продажу. Об этом сообщил представитель украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. По его словам, Киев письменно обращался по вопросу усиления ограничений к Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. И сейчас получен ответ – Боррель полностью согласен с тем, что вся без исключения металлопродукция из России должна быть запрещена. В России замедлилось промышленное производство. В июне темпы роста сократились почти втрое и стали самыми низкими за последние 15 месяцев. Об этом пишет российское издание The Moscow Times, ссылаясь на отчет Росстата. В обрабатывающем секторе в целом темпы роста замедлились вдвое. Производство нефтепродуктов просело на 4,4%, дистопливо на 8,1%. Вслед за обвальным падением экспорта металлов на 1,2% сократился выпуск в металлургии. Сильнейшее падение Росстата зафиксировало в сырьевом секторе. Добыча полезных ископаемых снизилась на 3,1%. В таких же объемах упала добыча угля после того, как дружественные Индия, Китай и Турция резко сократили его закупки. Почти на 20% обвалилась добыча прочих полезных ископаемых. Данные по нефти и газу, главным экспортным товаром экономики, в российской статистике засекречены. В России до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%. А к концу следующей уже до 70%. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по связи и IT Александр Хинштейн. По его словам, мера коснется только десктопных версий. Мобильную связь она пока не затронет. По данным СМИ, это связано с тем, что оборудование для замедления не может анализировать трафик мобильных сетей. ВСУ ежедневно ликвидируют более тысячи российских солдат в день. Западные аналитики шокированы такими цифрами. Впрочем, тактику так называемых мясных штурмов агрессор не меняет. Подробности в материале. Российский агрессор по-прежнему не изменяет тактики так называемых мясных штурмов. Это когда конкретную позицию противник атакует волна за волной. То есть, как только ВСО обезвреживают одну группу захватчиков, за ней тут же следует другая. А ее вскоре постигает участь предыдущей. Подобный подход крайне удивляет западных военных аналитиков. Настолько не ценить жизни своих людей, это невозможно объяснить ни с чисто человеческой, ни с военно-тактической точки зрения. Ведь на место каждого убитого бойца не просто требуется новый. На его обучение нужно время, а на снаряжение – деньги. Россияне находятся в довольно трудном положении. Что касается тренировок личного состава, они могут найти людей, могут дать им оружие, шлемы и другое. Но они не могут превратить новобранцев в сработанные подразделения, способные захватить крупные территории. Да, они захватывают незначительные участки, но это делается за счет штурмов, которых на протяжении последних шести недель они теряют убитыми и ранеными около 1200 человек в день. Это батальон в день. Вы помните прошлогоднюю битву за Бахмут? Она была крайне тяжелой. 30 тысяч жизней потеряно. В разгар боев ее называли самой кровавой битвой со времен Второй мировой. Тогда было 800-900 убитых в день, а сейчас более тысячи. Это хуже, чем в Бахмуте. Но они все равно не достигают значительного прогресса. У украинцев абсолютно другой подход к сохранению личного состава, объясняют специалисты. Если посмотреть на украинскую защитную доктрину, и с политической точки зрения они готовы оборонять землю, если могут нанести непропорциональный урон россиянам. Они это делали в таких городах, как Бахмут и Авдеевка. А когда закончились боеприпасы, отошли. Именно это дало возможность россиянам пойти в наступление. Россия не достигает его прогресса, к которому стремиться. Это, наверное, ужасное разочарование для Путина, потому что он понимает, как только поступит западное оружие, на фронте это почувствуется сразу. Именно поэтому россияне пытаются сделать все возможное, чтобы продвинуться в то время, которое еще осталось у этого окна возможностей, пока Украина не отвечает полную силу. По оценкам британской разведки, число российских потерь в 2024 году чрезвычайно высоко, поскольку бои на истощение армия оккупантов ведет на довольно широком фронте и пользуется своим главным козырем – численностью. В британском Минобороны прогнозируют, что и в следующие два месяца Россия продолжит терять по тысяче бойцов в день. Ситуация в энергосистеме Украины улучшилась благодаря энергоатому. Об этом во время визита на одну из АЭС сообщил министр энергетики Герман Голощенко. Чтобы частично покрыть дефицит в энергосистеме, специалисты компании завершили плановый ремонт энергоблока на две недели раньше запланированного срока. Это позволило значительно ослабить графики отключений. По словам министра, по всей стране продолжается беспрецедентная ремонтная кампания. По объему работ она значительно превышает прошлогоднюю. Что делают сегодня энергетики – это действительно героический труд, потому что вопрос не просто сократить ремонтную кампанию, а это еще и сократить таким образом с соблюдением всех требований ядерно-радиационной безопасности. Герман Голущенко, министр энергетики Украины. «Хочу к своим». Главное управление разведки Министерства обороны и Служба безопасности Украины презентовали совместный проект по выявлению агентов противника в Украине. Информация о предателях, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам, будет публиковаться на специальном сайте проекта для добровольного прекращения сотрудничества с Россией. Главная цель проекта – возвращение военно-пленных украинцев домой. Это уже третий подобный проект. Первый «Хочу жить» был создан для добровольной сдачи в плен российских оккупантов. Второй «Хочу найти» для родственников российских солдат. Система поиска на сайте позволяет искать по имени и фамилии. Можем искать только имя или только фамилию. Выбираем профиль, нажимаем кнопку «Подробнее». И дальше вся информация о коллаборантах. И дальше важный пункт – согласие на обмен. Украина дает такую возможность. Из всех осужденных около 500 на обмен согласились, 200 из которых согласились на публикацию своих данных на этот сайт. На сайте указано время, сколько осужденные ждут обмена, что свидетельствует о том, как Россия бросает своих людей. Мы работаем над возвращением каждого. Важно то, что мы работаем не только над возвращением военнослужащих, но и гражданских. Проект «Хочу к своим» – дополнительная возможность возвращения украинцев домой. Самому выбирать, как и где проходить службу в армии. В Украине уже более полугода работает механизм рекрутинга «Вооруженные силы Украины». Благодаря ему желающие проходить службу могут попасть именно на ту должность и в то подразделение, где сами хотят служить. О работе рекрутинговых центров в нашем следующем материале. В этом году Александру исполнилось 25. По закону о военной службе он уже может быть мобилизован. К вопросу устройства в ВСУ парень отнесся ответственно и инициативно. Готовился физически и выбрал направление, где ему было бы интересно служить. Взагуле я просто починал с волонтерства. Вообще-то я просто начинал с волонтерства. Волонтерили, потом наш штаб чуть-чуть поменял направление, потому что люди, с которыми я был, они думали о воинской службе и начали развивать эту тематику. Я готовился, планировал, но нужно было время, чтобы к этому подойти и подготовиться. Потому что все-таки это такое дело, что с бухты-барахты туда лучше не идти. Потому что если ты хочешь выжить там, нужно заниматься и готовиться к этому. Если все задуманное реализуется, Александр пополнит ряды одной из бригад морской пехоты, где планирует заниматься беспилотными системами. Я просто к этому готовился. Потом пришло время, и я понял, что нужно. И люди, с которыми я работал, они занимались именно этим. И я сказал, что хочу присоединиться к ним. Помогли с поиском места службы и оформлением всех документов Александру работники одного из одесских рекрутинговых центров. Его специалисты объясняют, их работа – это альтернатива мобилизации и возможность пополнить армию квалифицированными кадрами. Фактически это агентство по найму. На гражданском языке это агентство по найму людей на работу. Это то, что мы знали еще до войны. Разница ключевая в том, что рекрутинговый центр нанимает людей на контракт. И это главное отличие от мобилизации. Фактически это долгосрочная работа на определенных условиях в силах обороны. Представители центра рассказывают, спрос на услугу рекрутеров вырос после принятия нового закона о мобилизации. Для многих законодательные изменения стали причиной отнестись ответственно к выбору места прохождения службы и специальности. Я вам скажу, тренд в культуре молодых парней и женщин, в том числе, чтобы пойти на работу в ВСУ, а мы называем это работой, стабильно растет. Почему? Я могу объяснить. Потому что ты лучше сам будешь строить и выбирать свое будущее. Мы говорим об этом везде, и я говорю об этом спокойно. Мы надолго в войне. Также в Одессе уже несколько месяцев работают рекрутинговые центры отдельных бригад. Например, Третья Штурмовая, одно из самых героических подразделений украинской армии, открыла свой рекрутинговый центр в начале войны. Это работает, и востребованность очень высокая. У гражданского населения дефицит информации. В ТЦК они боятся идти, чтобы узнать что-то, они гуглят и не находят ответов на те или иные вопросы. Мы предлагаем им альтернативу, живое общение и ответы на любые вопросы. Главная функция рекрутингового центра – познакомить желающего проходить службу в Третьей Штурмовой с бригадой, ее историей, традициями и возможностями для новобранцев. Вакантных позиций всегда хватает, а мотивированным, опытным людям рады всегда. Мы предлагаем четкие правила, в рамках которых можно работать в нашем подразделении. Человек знает, что он будет делать в будущем. Молодой рекрут получает право на обучение минимум две недели в учебном центре. Дальше мы говорим, что после попадания в боевое подразделение, новенький не принимает участие в боевых операциях до тех пор, пока он не достигнет уровня подготовки того подразделения, в котором он находится. Всего в Одессе работает более пяти рекрутинговых центров. С каждым месяцем открываются новые, так как спрос на услугу только растет. Субтитры создавал DimaTorzok